Издательство Эксмо. Оззи Осборн. Крис Айрес. Оззи. Все, что мне удалось вспомнить. Автобиография без цензуры. Сижу я на диване, а передо мной выстроились в ряд опечатанные контейнеры с порошком, рядом с ними большая миска с травой, и я раскатываю первую дорожку за день. Но потом меня снова бросает в пот. Ужасный колючий пот, как и в прошлый раз. Черт подери, паранойя сегодня шалит. В этот момент в комнату заходит Билл с пивом в руке и говорит. Ози, здесь жарко, как в печи. Почему бы тебе не включить кондей? А потом высовывает голову из двери патио, чтобы впервые за несколько дней подставить лицо солнцу. Какой кондей, если мы дом? Ах да, кондиционер! Я все время забывал, что в американских домах больше современных удобств, чем в Британии, и только недавно привык к тому, что сортир находится в доме, не говоря уже об автоматическом климат-контроле. Я встал и начал искать термостат. Должно быть, он где-то здесь, на стене. И через несколько минут — бинго! — я нашел его в уголке у входной двери. Убавил температуру и вернулся к коксу и траве. Магия! Но как только я втянул первую дорожку, откуда-то начали доноситься странные звуки. Что это? Не, черт, звучит как... Вдруг Билл бросился в открытую дверь патио с диким выражением лица. В тот же момент я услышал, как на другом конце дома хлопают двери, и звук, как будто три больших парня сверзились с лестницы. Затем Тони, Гизер и один из наших помощников, американец по имени Фрэнк, задыхаясь, вбежали в комнату. Все, кроме Фрэнка, были наполовину одеты, а он был в нижнем белье. Мы смотрели друг на друга, потом одновременно закричали «Сирены!». Вой был такой, будто вся гребанная полиция Лос-Анджелеса подъезжает к нашему дому. «Нас арестуют! Черт, черт, черт! Прячьте, кокс! Прячьте!» Заорал я! Фрэнк рванулся к кофейному столику, схватил капсулы с коксом и забегал кругами. Волосы у него стояли дыбом, во рту была сигарета, а трусы врезались в задницу. Потом я вспомнил еще что-то. «Прячьте траву! Прячьте траву!» Фрэнк снова нырнул к журнальному столику и схватил миску с травой, но из-за этого уронил кокс. Так что в итоге он принялся судорожно ползать по полу, пытаясь все собрать и удержать в руках. Я же тем временем не мог даже пошевелиться. Еще до того, как загудили сирены, сердце у меня застучало в три раза быстрее, чем нужно. Теперь оно колотилось так быстро, что я решил, будто оно вырвется из грудной клетки. Бум-бум-бум! К тому времени, как я пришел в себя, Билл, Гизер и Тони уже испарились. Остались только мы с Фрэнком и кокс, которого было достаточно, чтобы боливийская армия дошагала до луны и обратно. «Фрэнк! Фрэнк!» — закричал я. «Туда, в сортир! Быстрее!» Каким-то образом Фрэнк все-таки сумел дотащить наркотики до сортира, находящегося недалеко от входной двери. Мы нырнули туда и заперлись. Звук сирен стал просто оглушительным. Потом я услышал виск тормозов полицейских машин у дома. Потом треск громкоговорителей и стук в дверь. «Бам-бам-бам! Открывайте!» — крикнул один коп. «Живо открыть двери!» Мы с Фрэнком стояли на коленях на полу. В панике мы попытались сначала избавиться от травы, смывая ее в раковину и в толчок. Это была большая ошибка. Они тут же засорились, и в них стояло месиво из коричневой воды с комками. Потом мы попытались протолкнуть траву по колену ёршиком для унитаза. Но без результата трубы забились намертво. А нам нужно было избавиться еще и от кокса. «Выход один!» — сказал я Фрэнку. «Придется снюхать весь кокс!» «Ты что, черт побери, совсем не в своем уме!» — ответил он. «Ты же окочуришься!» «Ты был в тюрьме, Фрэнк?» — спросил я. «Я был, и я тебе отвечаю, что больше туда не вернусь!» Я начал разбивать контейнеры и раскладывать кокс на полу. Потом встал на четвереньки, опустил нос и принялся втягивать порошок, стараясь прихватить как можно больше. «Бам-бам-бам! Откройте дверь! Мы знаем, что вы там!» Фрэнк смотрел на меня, как на сумасшедшего. «В любую секунду, — сказал я ему, — когда у меня уже покраснело лицо, в ногах кололо, а в глазах появился тик, они сломают двери на мхана!» «Ох, чувак!» — сказал Фрэнк, тоже становясь на четвереньки. «Поверить не могу, что я это делаю!» Кажется, мы снюхали по шесть или семь граммов, а потом я услышал топот за дверью. «Ц-ц-ц! Слушай!» — сказал я. И снова этот звук топ-топ-топ-топ-топ похоже на шаги. Потом я услышал, как открылась входная дверь и женский голос. Женщина говорила по-испански. «Горничная! Горничная впустила копов! Черт!» Я открыл еще один флакон и снова опустил нос на пол. Мужской голос сказал «Доброе утро, мэм. Кто-то в этом доме нажал на кнопку экстренного вызова». Я перестал нюхать пол. «Кнопка экстренного вызова?» Горничная снова сказала что-то по-испански. Мужчина ответил. Потом я услышал шаги двух пар ног по коридору, и мужской голос стал громче. «Коп в доме!» «Она обычно находится как раз рядом с термостатом», — сказал он. «Ага, вот, вот прямо на стене. Если нажать на эту кнопку, мэм, то сигнал приходит на полицейскую станцию Бейль-Эйра, и мы отправляем несколько офицеров убедиться, все ли в порядке. Похоже, кто-то нажал ее случайно, когда регулировал термостат. Это случается чаще, чем вы думаете. Позвольте мне просто сбросить настройки системы. Вот так, и мы уедем». «Если будут какие-то проблемы, просто позвоните нам, вот наш номер. Или еще раз нажмите на кнопку. Наша линия работает круглосуточно». «Графьес», — ответила горничная. Я услышал, как закрылась входная дверь, а горничная пошла обратно на кухню. «Пух, я выпустил воздух из легких. Черт побери, мы были на волоске». Посмотрел на Фрэнка. У него на лице была маска из белого порошка и соплей, а из левой ноздри шла кровь. «Ты хочешь сказать...» — начал он. «Ага», — кивнул я. «Кому-то придется научить Билла пользоваться этой гребаной штукой». «Кому-то придется научить Билла пользоваться этой гребаной штукой».